Посевная в республике на финише. Сегодня министр сельского хозяйства Сергей Павлов выехал в Ядринский и Аликовский районы. Вместе с ним туда отправилась и наша съемочная группа. О том, как идут весенние работы, рассказывает Дмитрий Ковалев. Здравствуй, Галя. Вместе с министром сельского хозяйства мы побывали в двух районах, которые завершают посевную. В Аликовском районе засеяно 80%, в Ядринском более 70%. Цифры меняются каждый день. В отличие от южных территорий, аграриям северной части пришлось выйти на работы позже. Чтобы не упускать время и поспеть в сроки, в некоторых хозяйствах зерна сажают в едва высохшую почву. На счету каждый день. Вчера влажный был, мы все равно сеяли его. Сейчас завершается пара гектаров. Два агрегата крутятся на соседнем поле. Там тоже сыровато, но мы все равно сеять будем. В принципе можно сеять. Всего в Чувашии будет засеяно 207 тысяч гектаров, а это на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Убрать планируют 500 тысяч тонн зерна и 900 тысяч тонн картофеля. Оправдаются эти планы или нет, покажет время. Настрой у агрария в боевой. В каждом районе планируется брать большой урожай. По уборке, если в прошлом году у нас было почти 20 тысяч тонн, я думаю, в районе до 25 тысяч мы по этому году наберем пшеницу, ячмень. И на площади 730 гектаров картофель посадим. Посевная вышла на финишную прямую. Если не будет обильных осадков, то завершить работы возможно и за неделю. Призеры в этом соревновании уже определились. В Комсомольском, Шумуршинском и Яльчиковском районах поля засеяны полностью. В аутсайдерах – шумерлинцы. Работ в этом муниципалитете – непочатый край. Пока там посеяно лишь 30% зерновых и зернобобовых культур. И только на погоду его руководителям пенять не стоит, отметил Сергей Павлов. Предлагаю послушать его комментарии. Если осенью не было никакой обработки и жнива до сих пор стоит, конечно, эти поля, дождаться, чтобы они поспели, еще долго нужно будет. Поэтому говорить, что погода условия плохие, я считаю, что неправильно. Здесь нужно комплекс работы выполнять. И когда этот комплекс работы выполняется, все-таки в нашей зоне ранние посевы яровых и зерновых, они всегда дают больше урожая, чем поздние посевы. Ну, за исключением, может быть, некоторых лет. В Алатарском районе в этом году ставку решили сделать не только на зерновые культуры. Несколько тысяч гектаров там засеют и под солнечником. Говоря о семенах, министр заметил, что ставка делается только на элитные сорта. Задача о том, чтобы улучшить качество семенного материала, у нас она стоит. И в программе развития сельскохозяйственной 2008-2012 годы был такой показатель, как 15% посева зерновых и зернобобовых должна составлять элитные семена. На сегодняшний день мы этот показатель перевыполнили уже. И в этом году показывают, что приобретение элитных семян, оно увеличится к уровню прошлого года. Где-то около 6 тысяч тонн только зерновых и зернобобовых культуры закупили элиты. И это, конечно, в конечном итоге должно повлиять и на урожай. Итак, официальная дата окончания сева зерновых назначена 15 мая. И только потом можно будет подводить окончательные итоги. Галина?